В Австралии в этом году рухнул мандровый лес. 10 тысяч гектаров мангровых лесов в Австралии погибли всего лишь за месяц. Ученые говорят, ничего подобного раньше не наблюдали. Мандровые древние леса, знаменитая гордость Австралии, они в июле за один месяц все засохли. Там просто вода ушла ниже, корневая система деревьев. Там же тоже добыча подземных схопаемых. Больше мандровых лесов нет. Это самое шокирующее вымирание, которое я когда-либо видел. Участок, на котором погибли мангровые леса, простирается на 200 километров от штата Квинслен. Это шокирует, потому что это не только беспрецедентное событие, это также огромная территория. Все очень серьезно. Неизвестно в какой год, может быть в этот, может быть в следующий, засохнут через год, никто не знает. Засохнут леса все в Подмосковье, в Сибири и так далее. Это тоже произойдет в один год. По нашим расчетам погибло около 10 тысяч гектаров мангрового леса. И мы должны спросить, почему он погиб. Ликвидировать эту опасность можно только одним способом. Это прекратить вырывать глубокие подземные ямы. Ну, то есть выкачивать или добывать подземные ископаемые. Когда вот добывается, допустим, руда, вы же можете посмотреть, сколько что добывается, и понять, сколько уходит воды. Это открытые данные. Там добыто, условно, миллион тонн руды. Но когда добыто миллион тонн руды, вырото миллиард тонн породы. И это не учитывается. А это все заполняется водой. А много ли той воды-то? Посмотрите, какие тоненькие, слой воды, невидимой вообще на планете пресной. Ее нет практически. Гибель мангрового леса может привести к вымиранию морских животных и водорослей на этой территории. То есть надо прекратить слушать ученых. Надо просто вывести их из правового поля. То есть их не должно быть. Вас нет больше. Вы все испортили. И ученые теперь задумываются, можно ли восстановить экосистему на пострадавшем участке. Вы нас убили почти. Все человечество. Вас больше нет. Мы вас презираем. Мы вас забыли. Еще раз попробуйте что-то сделать, бошки оторвем. Вот такая должна быть позиция у политиков мира. Потому что пока что происходит? Любая катастрофа экологическая, которая происходит, или техногенная, ученые сразу говорят, это виноват политикам. Это виноват бизнесмен. И политики, и бизнесмены на самом высоком уровне это обычные терпилы. Потому что все же их научили делать ученые. Они всего лишь исполнители. И сейчас придумали экологический трибунал в ГАГе. Я, собственно, это предлагал сделать. Хорошо. Но объявили о том, что экологический трибунал будет судить политиков и бизнесменов. Ученые не в теме. Главные заказчики всей катастрофы на планете. Это ученые. Мы так все загадили, что мы вот-вот погибнем. И дети наши погибнут. И внуки наши погибнут. И будут погибая проклинать нас. Что мы дебилы, деньги наколачивали и власть пилили. И уже говорят, знаете, мы тут подсчитали, ученые говорят, мы тут подсчитали, через 30 лет не останется рыбы в Мировом океане. То есть они нам сообщают о том, что они вообще творят. Что типа, мы же вас предупреждали. Но если они нас предупреждают, надо их остановить. Как их остановить? Бегать, их убивать? Не подходит. Надо вырубить электричество. И все. И ученые отдыхают. Нам еще будут говорить, что нам будут говорить, что в бездне много воды. Она что-то ушла, мы будем ее оттуда качать, и мы будем давать вам воду. Уже в пустыне мы живем, уже лесов нас лишили, речек нас лишили, рыбок нас лишили, всего лишили. Нам говорят, мы вам воду будем выкачивать. И для этого нужно электричество. И вот с этого момента электричество нельзя будет вырубить. То есть когда вода уйдет, это станет бессмысленным. Это все будет, конец. Электричество на планете имеет смысл вырубать сейчас, пока не ушла вся вода до конца. И не слушать заклинаний ученых проклятых, вот с Губкиных и прочих, что до катастроф осталось 25 лет. Они же нам уже говорят, что через 25 лет не будет воды. Американские ученые, посмотрите, в открытом доступе, последнее выступление за последний месяц. Ой, катастрофа грядет, ой, вода вся уходит, ой, у нас не будет воды через 25 лет, человечеству может погибнуть от жажды. Знаете, в чем вранье? Не через 25 лет, а раньше. Ученых надо убивать. Закон такой принимать и казнить их. Сразу, как только появляются на жизненном горизонте. И такие законы всегда были до впадения в ересь. Колдун подлежал смерти по священному писанию всегда. Потому что мудрые были люди, следовали воле Божией, и колдунов живых не оставляли. Поэтому планета, не засранной, прожила 7 тысяч лет.